МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире глянцевый тележурнал «Страна советов». Ни для кого не секрет, что мы, девушки, можем болтать сутки напролет. А вот мужчины почему-то тщательно скрывают тот факт, что практически каждый из них хотел бы подслушать наши разговоры. Женские беседы теперь не под грифом «Секретно». Радуйтесь, дорогие мужчины. Ответ на вечный вопрос, о чем говорят женщины, дам вам я, Оля Миланович. Итак, мы начинаем. Только сегодня на страницах нашего глянца. Антидепрессант найден. Поход в салон – верное решение. Осторожно, звездные стилисты в городе. Мастер-класс по макияжу от известного визажиста. Улыбка на миллион. Теперь не мечта, а реальность. Многие американские мужчины про нас, про женщин, думают, что мы болтаем о пустяках. Обсуждаем сериалы, сплетничаем о подругах. И кроме шоппинга и скидок нас ничего не интересует. О чем говорят женщины, на эту тему порассуждали калининградцы. Обо всем. О детях, наверное, в первую очередь. О красоте. О любви. О мужчинах. Даже о политике. О любви. О детях. О семье. О добре. О теплоте. О любви. О семейном счастье. Конечно, о мире. О благополучии. О чем еще могут думать женщины. О мужчинах. Конечно, девушки могут поговорить не только о молодых людях. Вечные темы – это искусство, литература и салоны красоты. Но согласитесь, как не обсудить стрижки, укладки и посестрински не поделиться со своим личным стилистом и подружками. Я тоже не жадена и готова рассказать вам об одном салоне красоты. Поехали! Поднять настроение себе Зина решила привычным способом. Она, как всегда, отправилась в свой любимый салон красоты. Как я наблюдаю по вашим волосам, вы уже, наверное, несколько месяцев не красились. Видимо, хотели каким-то образом вырастить волосы, не трогая их цвет. Но мне хотелось бы вас освежить, придать индивидуальность. Я бы хотела сделать вам колорирование. В этом сезоне модно любое окрашение, в котором присутствует несколько цветов, чтобы создать игру цвета, чтобы создать эффект многогранности волос, эффект солнечных бликов. Уход необходим не только волосам, но и рукам. Поэтому для того, чтобы не терять время, наша героиня решила обновить и маникюр. От палитры в 300 цветов разбегаются глаза. Гелевое покрытие – это очень хорошее решение для девушек, у которых очень мало времени ходить и перекрывать постоянно обычный лак. Так как оно держится от двух до трех недель. Итак, на ногтях модный цвет, а вот над волосами еще трудятся. Предварительно мы произвели эмилирование волос. А сейчас я хочу сделать такое окрашивание, которое позволит сделать перелив цвета от одного к другому. Окрашивание происходит в несколько этапов. После смывки мы производим дополнительное тонирование. Добили желаемого результата, переходим к необходимому – защите волос. Восстановить их нормальную структуру, увлажнить их, пропитать, добавить защитных средств, которые позволят нашей краске засверкать на волосах. И тем самым мы даже добьемся того, что вокруг волоса создастся экран, который будет препятствовать вымыванию краски. Каких-то пару часов и при воплощении выходит на финишную прямую. Цветное колорирование с эффектом солнечных бликов придает укладке неповторимый объем. Зина уверена, что не раз еще вернется в свой любимый салон красоты – зеркало. Салон красоты – зеркало. Здесь опытные стилисты подберут неповторимый образ. Все виды парикмахерских услуг – маникюр, классический и аппаратный спа-педикюр, полная депиляция, а также глубокая бикини с использованием обезболивающего. И турбо-соляри от Ergoline. Постоянным клиентам бронзатор в подарок. Салон красоты – зеркало. Здесь видят то, что не видят другие. Балтийский бизнес-центр. Московский проспект, 41 этаж. Телефон – 30-65-03. Следующая информация исключительно для девушек. Если вы собираетесь на романтическое свидание, волнуетесь и не знаете, какому макияжу отдать предпочтение, спросите это у нас. Наши эксперты в мире моды, красоты и стиля всегда дадут правильный, а главное – своевременный совет. Мастер-класс по мейкапу прямо сейчас. Всем привет! Я Ульяна Харизма. И сегодня мы с вами будем делать экспресс-макияж для романтического свидания. Самое главное – нужно выровнять цвет лица. Это я делаю с помощью базы и тональной основы. А сейчас я хочу поделиться своим секретом. Для того, чтобы сделать быстро ровный цвет лица, я использую минеральную пудру. И вот такую кисточку. Как раз очень хорошо, что пудра у нас с цветом загара. Вот нашу бледность зимнюю вскроет. Ну вот мы затонировали, у нас красивый цвет лица. И теперь мы немножко его освежим с помощью румян цвета фреш. Я накладываю на яблочки и аккуратно растушевываю кисточкой. Далее я предлагаю подкрасить реснички. Тени при этом я не использую, так как макияж у нас должен выглядеть максимум натурально. И завершающий этап – это губы. Я рекомендую использовать натуральные ягодные оттенки. Итак, мы сделали экспресс-макияж за 15 минут. Выровняли цвет кожи, придали легкий оттенок загара, подчеркнули бровки, глазки, легкий румянец. И закончили макияжем губ, придали ягодный красивый цвет. Для романтического свидания я рекомендую вам использовать максимально натуральный макияж. И с вами была я, Ульяна Харизма. До встречи на страницах нашего глянца. Ну а теперь предлагаю перевести дыхание и чего-нибудь перекусить. Перерыв нужен всем без исключения, а вот новый рецепт только хорошим домохозяйкам. Приготовьтесь записывать вкусные рецепты, которые мы всегда готовы рассказать вам в рубрике «Пять минут от шефа». Вкусный фруктовый мусс станет прекрасным десертом или самостоятельным блюдом. Само слово «мусс» в переводе с французского означает «пена». Поэтому фрукты или ягоды взбиваются при помощи кулинарного венчика или блендера. Для закрепления нежной консистенции используется манная крупа или желатин. Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. Взбитые сливки, мороженое, клубника, банан, киви. О задумке повара в глубокую тарелку помещаем в бисквитную крошку. Затем нарезаем банан или кубнику и добавляем взбитые сливки. Перемешиваем все с помощью миксера. Готовый мусс переливаем в красивую приманку, а сверху помещаем шарик мороженого. Наше блюдо готово. Приятного аппетита! Некоторые люди небрежно относятся к своим зубам. Покраснели десны, а их все равно никто не видит. Выпал зуб? Какая разница? Одним больше, одним меньше. Прикус неправильный, зубы неровные. Пожелтели? Не звезда шоу-бизнеса и так сойдет. Неважно, богатая фантазия у вас или нет, но зубы должны быть здоровыми. И в этом вам помогут наши специалисты. Голливудская улыбка – предел мечтаний или доступная процедура? Ответ на этот вопрос Татьяна получит уже сегодня. Процедура номер один – лазерное отбеливание. Понадобится отбеливающий гель, лазер для активации и, конечно же, опытные руки врача-стоматолога. Воздействие геля направлено не на эмаль, а непосредственно на дентин. Именно он определяет цвет зубов. Причем отбеливание происходит на приличное количество тонов. Где-то порядка 6-8, а то и больше тонов, в зависимости от первоначального цвета зубов, можно достичь отбеливания. То есть сохраняется оно после отбеливания где-то в среднем до 5 лет. Преимущества этой процедуры не сравнимы ни с одним видом отбеливания. Если сравнивать старые системы, там где-то от 40 минут до часа нужно находиться в кресле с отбеливающим гелем. На лазерной системе всего лишь 15 минут. Благодаря этому возможность получить осложнение в виде гиперчувствительности зубов практически равна нулю. Воздействие никакой кислоты, никакого-то еще препарата на саму эмаль не происходит. То есть эмаль при этом не страдает. Вывод. Лазерное отбеливание – процедура абсолютно безопасная. Страна советов рекомендует, если зубы были ранее реставрированы, после процедуры отбеливания необходимо протезирование. Это позволит сравнять цвет реставрированных и здоровых зубов. Лучший вариант, конечно, это артиктические реставрации. То есть на передних зубах я бы рекомендовал либо цельнокерамические коронки, или циркониевые. То есть они наиболее близко передают природный цвет и структуру зуба. Восполнить потерянный зуб возможности современной стоматологии позволяют. Самый на сегодняшний день прогрессивный метод восстановления – это имплантация. По статистике, общемировой, приживаемость имплантов где-то в пределах 98,5%. Теперь наша героиня Татьяна и вы знаете, что голливудская улыбка гораздо доступнее, чем можно было представить. Главное – не забывать о личной гигиене и, конечно же, о своевременных и регулярных визитах к стоматологу. Стоматологический центр «Донтист». Ежегодное повышение квалификации персонала в российских и европейских учебных учреждениях. Специалисты клиники избавят вас от кариеса, пульпита, периодонтита и многих других недугов. Мы поможем вам следить за здоровьем ваших зубов. Стоматологический центр «Донтист». Улица Пражская, 3. Телефон – 358410. Хочешь попасть в наш тележурнал «Страна советов»? Стать модной персоной, девушкой номера, признаться в любви своей второй половинке или попробовать на себе все прелести большой перемены? Тогда пиши на наш сайт – одингородской.ру или на наших официальных страничках в соцсетях. Мне, Олле Миланович, Денису Соландину или Андрею Волконскому. И твоя мечта станет реальностью. Через несколько минут после небольшой рекламы мужчинам на заметку, как подобрать подарок для своей второй половинки. Сила женщины в ее трицепсах. Развиваем стереотип о том, что женщина – слабый пол в проекте «Лукбук». Большая перемена теперь не только в школе, а в жизни. Скажем, прощай наскучившему образу. Совсем скоро 8 марта. Первый весенний праздник. И снова перед мужчинами встает проблема. Как удивить свою вторую половинку? Какой подарок выбрать и что не забыть? Наши эксперты, как обычно, впереди планеты всей. Все внимание на экран. Накануне 8 марта мужчины традиционно ломают голову. Что же подарит своей любимой? Несмотря на то, что для второй половинки ничего не жалко, вопрос, сколько денег потратить на подарок, не менее актуален. Мнения представителей сильного пола относительно суммы разнятся. Но в одном вопросе демонстрируют солидарность. Мстить за носки и пенку на 23 февраля не будут. Чем больше средств было, можно было пище потратить. Можно вложиться по минимуму, но сделать это приятно. Вот ты сидит, я думаю. Не знаю, я о сумме не думаю. Если душой готов, да, значит все, действие. Ну только 4 тысяч 10. Женя уже не в первый раз выбирает подарок для своей девушки. При этом парень немного переживает. Ведь угодить своей второй половинке ему удается не всегда. В прошлом году, вспоминает он, решил подарить любимый портмоне, но вовремя одумался. Ну в прошлом году было очень холодно. Минус 15, минус 18. Поэтому самым лучшим подарком я посчитал поездку в какую-нибудь теплую страну. Поэтому мы улетели в Египет и замечательно провели там время. Есть еще один беспроигрышный вариант. Покупать подарок вместе с любимой. Но Женя говорит, в таком подходе мало романтики. Поэтому пошел на риск и в этом году. Для того, чтобы выбрать подарок, ему пришлось прогуляться не по одному торговому центру. Парень присматривался к сувенирам, нижнему белью, парфюмерии. Но выбор остановил на классическом варианте. В этом году хочется подарить что-то такое уже запоминающееся, осязаемое. Чтобы осталось на память, радовало глаз. Пока еще не решил. То есть либо это будет бижутерия, безусловно это будут цветы. Много цветов, роз. Ни для кого не секрет, что с приближением праздников цены в магазинах растут словно на дрожжах. Сейчас даже за безделушку просят приличную сумму. Поэтому лучше о сюрпризе позаботиться заранее. Таким образом вы сможете не только сэкономить, а еще и не спеша подобрать подходящий подарок для своей любимой. Я бы посоветовала быть щедрыми, тем более мужчине давать. Это очень важно, потому что зажатость в духе именно для мужчины, она чревата, к сожалению, одиночеством. И женщины очень любят мужчин, которые настоящие в духе живут, в давании. Это мужская привилегия. И мужчина воплотился для того, чтобы вот это тренировать в этой жизни. Действительно, быть щедрым и не скупиться на подарок – это хорошо. Но только одной щедрости недостаточно. Есть еще одна немаловажная деталь – преподнесение сюрприза. Я хочу, чтобы каждый мужчина понимал, что для женщины очень важен процесс преподнесения подарка. Даже если это цветы, он должен их как-то обыграть, рассказать, с чем они ассоциируются. И этого будет уже достаточно, чтобы женщина получила эмоции. И эти эмоции, они этот подарок увеличат в несколько раз ценность этого подарка. Если наскучила банальность, есть способ отличиться и преподнести в подарок своей любимой куклу, изготовленную по ее прототипу. Дизайнер Наталья уже не первый год помогает мужчинам города в этом вопросе. На заказ по фотографиям она шила не один десяток изделий. Все они индивидуальны и будут полностью напоминать свою хозяйку. В сумочке обязательно у куколки есть паспорт. Она же модница, и у нее должно быть. Свою первую куклу Наталья сделала для любимой певицы Ёлки. И уже тогда стало понятно, должна быть коллекция. Ну вот это был видно такой вспышка, всплеск. И после этого я долго думала, думала, думала. И вот буквально где-то полгодика назад осенило, что куклы, куклы и все. Один такой экземпляр обойдется в 3,5 тысячи рублей. Но это того стоит. Кстати, всю одежду и аксессуары для кукол Наталья создает сама. Украшения и ткани тоже эксклюзивные. Из Санкт-Петербурга. Одна из излюбленных тем у нас, у девушек, это наше тело. А точнее, как сделать его еще красивее. Режим, правильное питание и регулярные тренировки. Об этом не понаслышке знает героиня нашей следующей рубрики. Проект Лукбук продолжает наш эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спорт – это неотъемлемая часть жизни. Больше всего я люблю видеть довольные улыбки своих девочек, следить за их результатами и достижениями. Любите себя. Иногда в предпраздничной суете мы забываем о себе любимых. И когда опомнимся, стилисты и парикмахеры уже окружены огромной очередью. Что делать, если вы не успели вовремя записаться к мастеру? Правильно, посмотреть специальный выпуск проекта «Большая перемена», в котором наши мастера расскажут-покажут, как в домашних условиях подготовить себя к празднику. Причем за считанные минуты. Смотрим и вдохновляемся. Всем привет! Сегодня наша героиня Мария идет в ресторан. И я покажу вам мастер-класс, как сделать макияж как раз для этого случая. У нее черное платье со стразами. И в макияже мы будем делать акцент на глаза. Перед нанесением тона всегда используем специальную базу. Она позволяет разгладить кожу. И тональный крем ляжет более ровно. Приступаем к нанесению тонального крема. Есть один маленький секрет, чтобы он лег ровнее. Можно наносить его влажным спонжем. Попробуйте. Для того, чтобы тени держались дольше, я всегда советую наносить специальную базу. Если у вас комбинированная, либо жирная кожа, никогда не пренебрегайте пудрой. Существует множество вариантов макияжа для кари глаз. Сегодня я хочу показать вам один вечерний вариант, который как раз подойдет для нашего случая. Будет использовано преимущественно темный черный цвет. И акцент будет сделан золотом. Но перед тем, как начать работать с темным цветом, желательно сделать бежевую, либо другую светлую основу. Итак, основа положена. Теперь приступаем к нанесению темного цвета. Движемся от уголка. С помощью жидкой подводки подчеркнем линию роста ресниц. Теперь добавим золотой цвет. Я использую рассыпчатый пигмент. Он очень хорошо ложится и даст необходимое мерцание. Каждый раз, выполняя макияж, вы должны уделить внимание бровям. У Маши хорошие густые брови, у нее хорошая форма, поэтому я лишь слегка пройдусь тенями для бровей с помощью кисточки. Чтобы освежить цвет лица, конечно же, нужно нанести румяна. И, наконец, накрасим губы. Чтобы добиться яркого, но в то же время нежного цвета губ, я смешиваю два цвета помады. Вы можете тоже поэкспериментировать дома. Итак, наша героиня уже с макияжем. Осталось сделать только прическу, которую можно сделать буквально за несколько минут самой, что очень важно. Когда не хватает времени, можно сделать, создать такой романтический образ. И покажу ее в деталях. Это такой мастер-класс, поэтому внимательно смотрите. Для этой прически мне потребуется резинка для того, чтобы сделать хвостик. Она будет на основании хвостика. А буквально шесть или семь невидимок. И самое главное, что мне потребуется, это вот такая вот профессиональная стетка. Теперь нужно волосы слегка обработать лаком, чтобы они не пушились. И пригладить расческой. Теперь я беру попрядно. Такие прядки с хвостиком. Слегка обрабатываю их лаком и накручиваю на плойку. Теперь самое интересное. Мы берем нашу вот эту основу и лепим буквально из нее то, что нам нравится. В завершение я все хочу закрепить лаком. Закрой, пожалуйста, глазки. И финиш – это бутер. Такой витаминный коктейль, который передает волосам блеск. Хочешь стать участником проекта «Большая перемена»? Присылай свои заявки на электронный адрес Волконский Андрей, собака, mail.ru Все знают, что в Калининграде самые красивые девушки. И говорят они о том, куда съездить – в Литву или в Польшу – на распродажу. Интересно, а каким трендом покорены девушки Берлина? Самые модные персоны, естественно, в самой стильной рубрике. Передаю слово Денису Саландину. Всем привет, в эфире «Модные персоны» на Кирмградском. Меня зовут Денис Саландин. И сегодня я предлагаю нам посмотреть, как же одеваются риэлторы, какую одежду они носят. Итак, пойдемте за мной. Привет, как зовут тебя? Евгения. Жень, ну вставай. Это модные персоны. Мы хотим знать, во что одеваются риэлторы. Сразу видно – белый верх, черный низ. Профессии обязывает, да? Ну, как такового универсального стиля для риэлторов, конечно, нет. С одной стороны, риэлтор – это такой человек, который должен заинтересовать с первого взгляда клиента. Как говорится, встречают по одежке. Но существует такое правило – одеваться нужно в соответствии с дотатком клиента, чтобы, если ты одет в дорогой наряд, клиенту не показалось, что на нем хотят просто заработать. Ну, то есть, если ты квартиру за 7 миллионов продаешь, то должна сиять в бриллианках, что ли? Нет, конечно. Просто вот строго и со вкусом. Тогда, наверное, совет всем калининградским модницам. Ну, гораздо просто. Экспериментируйте, будьте индивидуальными, одевайте то, в чем вам комфортно. О чем вы сплетничаете с подружкой? Ой, о чем только мы не говорим, и об одежде, конечно, тоже. Что модно, а что уже стоит сложить, так сказать, свою бабушку и свой лук. Ну, и, конечно же, наверное, обсуждаете программу первого городского канала. Естественно. Только что мы выслушали мнение брюнетки, а сейчас я предлагаю перенестись в Дом искусств и выяснить, во что любят одеваться блондинки. Легким движением руки моего оператора мы перенеслись вот сюда, вот в Дом искусств и встретили нашу любимую Катю Попову. Привет! Привет! Ну, рассказывай, программа у нас модная, ты, девушка, тоже модная, где предпочитаешь покупать одежду, ну и, конечно же, что сегодня тебе? Ну, я думаю, что те, кто любит сохранить свое время и те, кто любит, чтобы деньги всегда были при них, я думаю, все одеваются в Европе, так как у нас город находится близко к Европе, это Польша, это Германия. Сел в Польшу на самолет, долетел до Милана, до Парижа и там, в принципе, одеваешься. Значит, о чем говорят сегодня чаще всего? Ну, если брать меня и моих подруг, кто мы, да, мы творческие, и мы, как бы, сплетничаем, сплетничать, в принципе, как бы, ну, так, чуть-чуть сплетничаем, а вообще, когда встречаемся, разговариваем о том, что там по телевизору было, о том, что в интернете выложили. Последние, это мы, наверное, разговаривали про Сочи, про Олимпиаду, про Плющенко, про его жену, которая его, и Анна Рудковская, ну, как-то об этом. Екатерина Попова специально для модных персон. В Калининграде большинство людей с удовольствием посещают кинотеатры. Ведь там возможно не только посмотреть новинки кинематографа, но и просто хорошо провести время на последних рядах со своим любимым человеком. Куда сходить, что посмотреть и как не ошибиться с выбором, расскажет Артем Рыжков. Всем привет, меня зовут Артем Рыжков, я арт-директор кинотеатра «Заря», и на этой неделе я приглашаю вас на несколько очень интересных премьер. Во-первых, это фильм, который мы очень сильно ждали, вернее, ждали такие маленькие люди, но большие все равно их берут за руки и тоже с ними идут. Фильм называется «Легофильм в 3D». Его можно увидеть, правда, и в 3D, и в 2D. Ну и вообще, наверное, для родителей штука под названием «Лего» — это, с одной стороны, очень удобная игрушка для детей, потому что она цепляется одна за другую и не разбрасывается по комнате. С другой стороны, она очень дорогая. Да, кофе по завышенной цене! С вас 37 долларов. Шикарно! Боже, обожаю эту песню! О, нет, парни, подождите! Ну, а если так получится, что у вас все-таки еще нет детей, то вам абсолютно необходимо, если вы мужчина, конечно, посмотреть фильм с названием «Она», потому что она как раз вам и поможет их завести. Что такое семейная жизнь? Иногда очень приятно, что в твоей жизни есть кто-то еще. А как в жизни может быть кто-то еще? Тьфу, че? Это новый фильм режиссера Спайка Джонса. Это режиссер, который нас радует уже, наверное, на протяжении 10 лет. Он дебютировал фильмом «Быть Джоном Малковичем». Потом очень успешно женился. Женился на дочке режиссера Фрэнси Форда Коппола, Софии Коппола. И они вместе писали сценарии, снимали кино и получали Оскаров. Я хочу познать саму себя. И я желаю тебе этого. Не останавливайся. Все. С вами был Артем Рыжков. Жду вас на этом уикенде в кинотеатре «Заря». Я там обязательно буду. На десерт традиционно оценим фотографии девушки номера. Субтитры подогнал «Симон»! Ну вот и подошел к концу свежий номер тележурнала «Страна советов». Живите красиво! Ну а мы всегда рады вам в этом помочь. С вами была Оля Миланович. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!